Почему в Калифорнии из питьевых фонтанчиков вместо воды потекла текила? Как приготовить яичницу без огня по-дубайски? И как перевоспитывают хакеров в Британии? Об этом и не только наш обзор. В Лос-Анджелесе из фонтанчиков для питья полилась текила. Так, в этом году местная компания решила отметить национальный день текилы. Впрочем, неожиданное алко-счастье длилось недолго, всего несколько часов. К тому же к текильным фонтанам допускали только тех, кому уже исполнился 21, и кто предварительно подписал специальную форму об освобождении организаторов действия от ответственности за последствия. Обошлось без эксцессов. В Дубае показали, как приготовить яичницу без огня прямо на асфальте. Согласно видеоинструкции, сковородку следует оставить на тротуаре на 10 минут. Благо, летом в Дубае он обычно нагревается до 50 градусов по Цельсию. Масло, яйцо, немного соли и перца. Через минуту дорожная яичница готова. Стало ли это новым кулинарным хитом среди местных жителей, пока неизвестно. В швейцарском Цюрихе появятся первые в мире здания, возведенные исключительно роботами. При строительстве экспериментального трехэтажного строения площадью 200 квадратных метров задействована только техника, управляемая компьютером. Уникальный объект планируют завершить до 2018-го, после чего там будет офис для ученых-исследователей. В Британском Бристоле открыли первый центр реабилитации для хакеров. Там планируют перевоспитывать киберпреступников и в дальнейшем использовать их для работы в спецслужбах. Правильному применению кибернавыков в данный момент обучают семерых хакеров. Во время занятий они в том числе должны обнаружить слабые места в местной системе безопасности и сообщить об этом руководству за вознаграждение. В американском штате Висконсин одна из компаний намерена имплантировать своим сотрудникам микрочипы. Их планируют вживлять подхожу между указательным и большим пальцами, после чего работники компании смогут открывать двери в офисе без ключей, включать компьютеры без паролей и покупать еду в автоматах. Поддержать нововведение уже согласились больше половины сотрудников компании. Астронавт НАСА решил обновить представление землян о том, как выглядит полярное сияние из космоса. Ускоренное видео на своей странице в Твиттере опубликовал Джон Фишер, находящийся на МКС. Кадры с необычными зелеными огнями он снял на расстоянии 400 километров от Земли. Субтитры создавал DimaTorzok